сегодня я вам покажу как я сращиваю нить цепочкой и этот метод я очень люблю для трехслойного сращивания пряжи когда мне нужно сохранить вот эти вот же самые переходы цветов которые у меня напрядины на катушке при сращивании цепочкой еще этот метод называется сращивание или n сучивание или сучивание наваха когда вы используете этот метод вы будете постепенно забирать один цвет потом за ним следующий 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 и у вас будет мой минимальный перехлёст контрастных цветов между собой и максимально будут совпадать цвета которые напрядины группой в данном случае у меня лэйзи кейт обычная без натяжения поэтому я импровизирована просто подвязала нитку за одну стойку за другую стойку и нитку пропустила в пазик где катушка бежит я ее туго не натягивала но некоторое натяжение все же тут есть и это я сделала для того чтобы катушка бесконтрольно не крутилась чтобы она при останавливалась когда я спридаю когда я выбираю из нее нить сейчас я буду использовать вот эту вот прялочку которая передо мной передо мной в данном случае чтобы предвосхитить вопросы это мейджа крафт литл джем это прялка которая складывается ее можно сложить она складывается пополам вот отсюда вот верхняя деталь снимается и эту прялку можно повесить с собой на плечо она весит 11 килограмм и поехать путешествовать вот посмотрите пожалуйста какие могут быть связаны изделия при данном переходе пряжи из одного цвета в другой и это самокрас который крашен хаотично художественно и изделие может выглядеть также хаотично художественно но цвета сгруппированы цвета не смешаны в одном изделии пожалуйста идет переход красный потом переход желтый черный зеленый тут желтый серый зеленый розовый цвета смешанная вот так вот я отодвигаю лэйзи кейт или коробку если у вас в коробке с катушкой примерно метра на полтора от меня некоторые люди делают узелок для того чтобы начать сращивание цепочкой я узелок с петлей не делаю я просто складываю нить пополам и у меня нить которая идет от катушки я ее всегда затягиваю петлю и в эту петлю я продеваю вот эту вот петельку и вот у меня конец нити нить сложена в два раза и тут получается она у меня сложена трижды и она проходит сквозь петлю я начинаю скручивать на прялки у меня маленькая скорость и в данном случае я регулирую интенсивность забора это первая петля у меня вот тут вот у меня петля на пальцах и я протягиваю сквозь эту петлю нить и еще секрет некоторые люди не любят сращивание наваха потому что он как бы создает узелки в том месте где происходит сложение нитей если их потереть пальцем вот эти нити они скручиваются между собой довольно таки гладко и движение у нас будут следующие прялка забирает нить вы подтягиваете нить сейчас мне надо натяжение натяжение регулируете таким образом чтобы прялка у вас забирала довольно таки интенсивно чтобы не было перекруто у меня вот тут вот между вот этими двумя пальцами идет петля и свободная нить она идет по левой руке я правой рукой вытягиваю петлю отпускаю нить сюда она скручивается с двумя ниточками и вот в этом вот месте у меня перекрестие я его взялась пальцами тут потёрла слегка виду рукой потянула виду рукой отпустила потянула потёрла в этом месте чтобы узелок я его как бы разглаживаю и скручиваю нить виду скручиваю виду скручиваю сейчас я поверну камеру другой стороной это вот движение вот такое вот потёрла пальцами тогда стыка практически не видно потёрла пальцами отпустила провела отпустила провела то что у меня катушка не свободно болтается а слегка притормаживается нитью это помогает нити не бежать бесконтрольно то есть я это контролирую очень хорошо обратите внимание слишком сильно ногами молотить не нужно у меня прялка стоит сейчас на довольно таки медленном передаточном числе у меня сейчас стоит вообще четыре с половиной то есть у меня довольно медленно и прялка настроена если у вас передаточное число у прялки не настраивается вы просто стараетесь руками двигать быстрее чем вы двигаете ногами потому что вам надо контролировать чтобы ниточка не перекрутилась теперь когда я делаю паузу если например мне надо пойти я не знаю блинчики перевернуть я вытягиваю нить до нужной длины отпускаю ее до сращивания вот сюда вот и вот эту вот нить она еще у меня не скручена но я ее беру накручиваю на прялку я ее докручу после того как пауза моя закончится то есть я вот эти три нити пока не скручиваю между собой я эту ниточку делю все три нити отдельно поменяем положение подтяну ногой кейт я люблю чтобы кейт стояла на расстоянии примерно метра полтора не ближе потому что тогда это будет эта длина которая идет от прялки кейт нужно метра два даже поставить если позволяет расстояние если вам это удобно тогда нитка по длине как бы распределяется потому что вы сейчас работаете с несбалансированной одиночкой вам сейчас удобно если нить свободно по длине распределяется вот этот вот кусок как вы поняли как вы помните я его сложила втрое но я его еще не скручивала сейчас я его скручу вот он мой стык вот эта вот петля я дошла до этой петли натянула слегка пальцами потерла чтобы тут разгладилась нить и продолжаю работу вот таким вот образом потерла отпустила если у меня образовался вот тут вот у меня образовался поросячий хвостик ничего страшного я могу придержать руками распустить его продолжать сращивать растянула разгладила потерла отпустила вот так вот и в такой манере продолжаем работать если нить у вас в процессе работы оборвалась по какой-то причине или вы решили соединить вторую катушку в эту же пряжу вы можете использовать тот же метод который я показывала в предыдущем видео то есть тут тоже самое можно использовать тот же самый метод подсоединения пряжи я время от времени в эту петельку ставлю палец чтобы не потерять место стыка чтобы знать где мне пальцами вот в этом месте разглаживать вместе у меня стык мне уже на катушке пара крючок перемещать слишком длинно вот дико длинную петлю я не делаю та петля по длине которую мне позволяет сделать длина рук я именно работаю с этой длиной петли слишком длинную петлю я не делаю я не вытягиваю ее на метр она у меня может быть получается сантиметров 25-30 длиной каждая петелька то есть у меня они у меня только что выскочила из моей левой руки петля я ее просто подхватила успела подхватить пальцем правом но давайте мы правой руки давайте мы посмотрим что произойдет если я уроню из левой руки нить видите что у меня произошло у меня образовалась двойная нить вот тут вот закрученная вот и у меня идет одиночка в этом случае надо взять аккуратно вы не складываете и не скручиваете двойную нить и одиночку вместе потому что этот участок у вас будет тогда некрасивым вы находите место где вы уронили эту петлю и где у вас пошла одиночка отдельно и двойная нить отдельно в этом месте слегка раскручиваете ниточку двойную в нее помещаете пальцы раскручиваете эту нить и снова соединяете как тройную ниточку потому что если вы это не сделаете то у вас будет кусок пряжи где просто соединена одиночка и двойная нить этот кусочек пряжи будет бракованным вы не хотите этого делать поэтому вам надо распустить этот кусочек двойной скрученной нити сейчас я покажу еще раз как это бывает вот сейчас у меня идет очевидно три ниточки скрученные вместе если я уронила этот кусок у меня получилось опять двойная нить и одиночная если я их скручу между собой у меня будет просто кусок двойной нити вдоль которой идет одиночная нить этот кусочек пряжи мне не нравится поэтому я отпускаю ниточку нахожу тот момент где у меня начал скручиваться двойной кусок распускаю ее эту двойную нить растягиваю просто и сращиваю один кусочек и у меня опять тройная нить пошла то есть мы внимательно следим чтобы у нас не получилось двойная нить и одиночка вместе а мы хотим три ниточки вместе вот в такой вот в такой манере мы скручиваем надо внимательно следить за тем чтобы у вас скручивание нити соответствовало по интенсивности напрядиной вашей одиночки если у вас одиночка довольно таки слабо и рыхло напрядина то тогда соответственно вам надо тройную нить тоже скручивать более рыхло если у вас одиночка довольно таки тугая плотная ниточка например вы придете на ежедневные носочки себе у вас одиночка довольно плотно то есть соответственно втрое скручивать вам тоже надо немножечко поплотнее по сравнению чем если вы сращивали одиночку рыхло и вот продолжаете в такой манере видите у меня петля тут подтянула если у меня одна из одиночек скручивается поросячим хвостиком я просто притормаживаю и этот кусочек обрабатываю отдельно если он допустим особо непослушный и продолжаю работу разгладила пошла и и и и и и и и петелька у меня осталась я ее зацепила за прялку одиночная нить идет к моей катушке все я готова сделать перерыв чтобы продолжить работу позже приятного передания